В эти дни по всей стране поздравляют ветеранов войны 68-й годовщиной Великой Победы. По давно сложившейся традиции ветеранов Великой Отечественной войны пригласил Чебоксарский электроаппаратный завод. От завода для ветеранов концерт. Приглашенных встречает оркестр воинской части 3997. Посещение электроаппаратного для ветеранов не просто концерт, а возможность встретиться друг с другом в родных стенах, откуда уходили на фронт и где ковали победу. Работали по 12 часов, несмотря что мы подростки были. Заводу давали план, мы план всегда выполняли. Даже завод награждались знаменами, мы в театре стояли у знамени полтора часа. Валентина Скотникова, 18-летней девчонкой, поступила на завод вместе с семьей и эвакуировалась из Ленинградской области. Оттуда в войну была вывезена часть цехов Ленинградского завода «Электрик». На базе этого и другого, Харьковского электромеханического, переброшенного вглубь страны с сентября 41-го, появился Чебоксарский электроаппаратный. Подняли его в короткие сроки. Уже в декабре завод дал первую продукцию для оборонки. Призыв «все для фронта, все для победы». Для многих здесь, как и для семьи Абрамзона, не пустые слова. Последним эшелоном уезжали из прифронтового Харькова. В Чебоксары ехали больше месяца под сильнейшими обстрелами. И в марте 43-го папа ушел на фронт. Отсюда, с аппаратного завода. И в декабре 43-го он всего воевал 9 месяцев. И в декабре он погиб. Пришла похоронка маме, она у меня до сих пор есть. Каждый год вместе с ветеранами Леонид Абрамзон, в прошлом сам работник завода, приходит к стеле, которая установлена на территории завода. Первый в списке – фамилия отца. На стеле имена заводчан, погибших в боях. Несмотря на преклонные годы и болезни, ветераны почтительно встают, когда слушают гимн, попреки тяжелым воспоминаниям, идут к памятному месту, когда нужно возложить цветы. У нас есть погибшие во время Великой Отечественной войны. Мы их чесуем. Мы чесуем людей, которые вернулись в войну. Мы чесуем тружеников тыла. И у нас стала традицией каждый год их приглашать. После капитуляции Германии завод вместе со всей страной поднимал разрушенное хозяйство. Создавал и производил новейшие электроаппараты, чтобы восстановить промышленные предприятия, шахты, электростанции, линии электропередач. В честь работавших тогда на сцене песни и танцы. После войны на завод пришел и участник ожесточенных боев, Сталинградской и Курской битв. Знаменитые встречи на Эльбе советских и американских войск. Александр Рыбаков. Учеба в техникуме, работа в ГДР, а потом в Чебоксарах. Мы работали сколько нужно, потому что военные предприятия. Вот придут вечером уже, работа кончается. Нам нужно срочно сделать. И мы до 12 часов делали, боролись за качество продукции. Александр Рыбаков в центре праздничного стола. В мае ему исполнилось 90. Поздравления и пожелания долгих лет звучат в адрес всех ветеранов. Для приглашенных прямо в цехе, полевая кухня, боевые 100 грамм. И о них реплика. Гвозди бы делать из этих людей. Крепче б не было в мире гвоздей. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова